Весна в Ульяновской области по традиции начнется с международного музыкального фестиваля «Мир эпоха имена». В этом году он пройдет в 62-й раз. С 3 марта по 6 апреля на концертных площадках областного центра и муниципальных образований выступят ульяновские филармонические коллективы и приглашенные коллективы и артисты из Армении, Бразилии и регионов России. 8 из них будут показаны в муниципальных образованиях области. Конечно, здесь мы в концепции приняли во внимание все главные темы. Это и тема, связанная с указом президента Российской Федерации об объявлении 2024 года годом семьи в Российской Федерации. Это, конечно, 10 лет воссоединения Крыма с Россией, но и в самом учреждении очень весомая дата. Это 80 лет Ульяновской областной филармонии. В программе фестиваля по традиции запланированы выступления ведущих творческих коллективов Ленинского мемориала. В день открытия 3 марта прозвучит опера Александра Бородина «Князь Игорь» в исполнении Ульяновского симфонического оркестра «Губернаторский» и Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича под управлением Андрея Данилова. Для нашего оркестра это будет не единственное выступление во время фестиваля. Также в рамках нашего оркестра запланирован мой авторский концерт. Будет исполняться моя авторская музыка под названием «Поэма любви». Совместно с хором «Угу» наш оркестр, два солиста приезжают из Москвы, Сергей Борзов и Виолетта Дедюра, и также будут танцевальные пары группы «Каскад». Это будет приурочен концерт к 8 марта, посвященный всем нашим красивым и любимым женщинам. Крупнейшим событием фестиваля станет представление одного из наиболее выдающихся творений великого итальянского композитора Джузеппе Верти «Реквием», которое позвучит в исполнении государственного академического русского хора имени Свешникова, Ульяновского симфонического оркестра «Губернаторский» и солистов Московского музыкального театра «Геликон-опера» под управлением Эдуарда Дедюра. За дирижерский пульт Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» 23 марта главный дирижер концертного оркестра духовых инструментов Дмитрий Кохан. Совместно с солистом Тимуром Камышанским они представят публике программу «Салют Челентана» с хитами из репертуара легендарного итальянского актера и певца. Дальше у нас программа в рамках проекта Ленинского мемориала «Семейный выходной». Программа также с приглашенным дирижером из Москвы Рон Клаксон. И финальная наша программа в рамках фестиваля, она пройдет в Димитровграде. Это будет закрытие фестиваля в Димитровграде. Она будет посвящена музыке французской эстрады. Сольную программу, посвященную русскому романсу, покажет заслуженная артистка России Нина Шацкая в сопровождении Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов под управлением художественного руководителя и главного дирижера Артема Белова. Откроет свой творческий путь коллектив 6 числа концертом с Владимиром Самаревым. Это наш замечательный солист, солист филармонии. Следующий этап нашего коллектива – это работа в муниципальных образованиях. Мы планируем поездки в Базарный Сызган, Новое Малыкла, Ундеры. Димитровград, в частности, тоже мы посетим. Как сказали организаторы фестиваля, сольными программами порадуют зрители пианистка Валентина Лисица и органист, заслуженный артист России Александр Фисейский, выступление которого в рамках фестиваля станет одной из точек проекта «Евразийский органный марафон 2024». В программу фестиваля объединят творческие встречи, беседы и автограф-сессии с приглашенными артистами. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ